Шоу второй год войны. Немецкие войска захватили Белоруссию, Украину и вышли к Волге. Сталинград держался. Пал Ростов-на-Дону. Фашистские танки неслись по Кубанской степи. Немецкая орда рвалась за хлебом и нефтью. Над Советским Союзом нависла катастрофа. Войска Красной Армии получили приказ ни шагу назад. Предстояло погибнуть или победить. Какой она была здесь, на Кубане. Великая война за Отечество. Весной 1942 года в немецкой армейской газете «Поход» вышла статья о Кубанском крае. Автор взахлеб рассказывал о лучшей в мире пшенице, потрясающих яблоках и винограде. Писал, какой тучный скот пасется на лугах, какой выращивается рис и чай. В общем, рассказывал все прелести земли, которая скоро станет немецкой. И внушал читателям мысль, все это надо захватить побыстрее. Так сказать, мотивировал. Перед войной 55% волового внутреннего продукта края составляло сельское хозяйство. Промышленность Кубани была направлена на переработку сельхозсырья. В новых военных условиях к Кубанскому краю ставилась задача обеспечить продовольствием Красную Армию и тыловые районы государства. Это было достаточно развитое сельское хозяйство. До войны происходила коллективизация, происходила механизация сельского хозяйства. В 30-е годы Кубань пережила непростое время. Но тем не менее, к началу войны объемы производства были достаточно большими. Сельскохозяйственный потенциал Кубани был весьма привлекателен и для захватчика. Промышленный потенциал нашего края был не очень велик. Здесь были отдельные предприятия в некоторых городах края. Ну, прежде всего, конечно, в Краснодаре. Были промышленные предприятия меньшего масштаба в Тихорецке. Это был важный железнодорожный узел. Отдельное промышленное производство развивалось в Армавире. Но в основном, конечно, край, если характеризовался промышленным производством, то это было производство перерабатывающее. В начале войны основное отлаженное производство значительно сократилось. Появились новые цеха, выпускающие продукцию военного характера для нужд Красной Армии. На Краснодарском заводе «Октябрь» помимо производства текущей продукции, был освоен и выпуск элементов снарядов знаменитых «Катюш». На станкостроительном заводе имени Седина, продолжая выпускать станки, освоили и выпуск гранат, бутылок с зажигательной смесью, корпусов, бронебойных снарядов и мин. Хорошим примером будет являться Новороссийск. К январю 1942 года его предприятия освоили выпуск свыше 170 видов вооружения, снаряжения и другой продукции для фронта. Тихорецкий вагоноремонтный завод строил бронепоезда, часть из которых, кстати, примет участие в обороне и Кубани в том числе. Тихорецкие железнодорожники за счет добровольных взносов построили два бронепоезда. Тихорецкий железнодорожник и Николай Щерс. За время войны завод также выпустил 16 бронеплощадок, 14 бронеплатформ и отремонтировал 4 бронепоезда. Лозунг «Все для фронта, все для победы» действительно стал всеобъемлющим и стал нормой жизни советского человека. После начала войны объявление мобилизации, часть населения края была призвана на фронт. Кроме того, в армию была отправлена часть техники, в частности, те же автомашины, конечно, серьезно ударила по экономике края, особенно по сельскому хозяйству, потому что оттуда призывались мужчины, направлялась техника в армию. Кроме того, призывался еще и комский состав, потому что лошади были тоже на учете военных комиссариатов и использовались для нужд армии. Соответственно, это все негативно отразилось на уровне сельского хозяйства в крае. В колхозах частично оставались трактора, комбайны и другая сельхозтехника, которая прежде всего использовалась для обработки земли. С началом войны мужчины ушли на фронт. Им на смену пришли женщины и малоопытные подростки. Где можно, нашего брата ставили, что можно делать. Я, допустим, сел на гребку, сено послали меня сгребать. После дождика решили проветриться и сгрести, собрать это. Ну что, я поехала, тракторист с меня такой же сильный, хотя мы тракторное дело там, техниками неплохо учили. Вот, доехал. Дерево такое большое, куча девчат на машине везут на уборку сена. И это, надо, ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи. Я рот раскрыл и колесом гребкой зацепился за это дерево, представляете. Это, не могу завести двигатель, двигатель не могу завести, назад сдать, чтобы как-то отъехать. И никого не выпросишь. Нету близко, чтобы могли оттащить это самое. Ёлки-палки. Ну, кое-как мы, значит, выбрались оттуда. Я уже даже забыл, кто нам помог, что мы выбрались всё же. Ну, я поехал своим делом заниматься. Уже я своё дело сделал, сгрёб я им. Несмотря на все сложности, которые заключались в том, что очень много людей, техники, конского состава и сельского хозяйства уже было передано в распоряжение вооружённых сил. Несмотря на всё это, в целом с хлебозаготовками по 1941 году Краснодарский край справился. Объём составил свыше 1 миллиона 380 тысяч тонн и лишь немногим уступил прошлогоднему показателю, обогнав и многие другие регионы СССР. Промышленный сектор с лета 1941 года перепрофилировал все производства на выполнение военных задач. К середине 1942 года из 1685 кубанских предприятий 1245 уже освоили и выпускали продукцию для фронта. Так случилось. Мужчины ушли, Побросали посевы до срока, Вот их больше не видно из окон Растворили дорожной пыли. Вытекают из кола за зёрна Эти слёты нежатых полей, И холодные ветры проворно Потекли из щелей. Мы вас ждём, Торопите коней, Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры Не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, И вы плачут баба. И без ваших улыбок Бледнеют и сохнут ряби. Когда наши войска высаживались На Керченском полуострове, Огромную роль приобрело Снабжение наших войск через Тамань. И, собственно, прокладка Железнодорожной ветки От направления Крымской К Таманскому побережью Происходила именно весной 1942 года В интересах Крымского фронта. Другое дело, что эта железнодорожная ветка Была закончена, по сути, только тогда, Когда Крымский фронт потерпел поражение. В общем-то, она не была только использована. Значительный вклад сначала в оборону, А потом и в восстановление региона Внесли железнодорожники. В военное время мирную награду Звание Героя социалистического труда Орден Ленина и золотую медаль Серп и Молот получил Василий Безуглов, Начальник Крымской дистанции пути Севрокавказской железной дороги. В наградном листе написано Представляется к присвоению звания Героя социалистического труда За особые заслуги в деле обеспечения Перевозок для фронта и народного хозяйства, А также выдающиеся достижения Восстановления железнодорожного хозяйства В трудных условиях военного времени. После оккупации железнодорожникам В кратчайшее время предстояло обновить пути, А также восстановить мосты через реки, Впадающие в Кубань, Проложить рельсовый путь на Таманский полуостров. Главная задача флотилии, это было В первую очередь обезопасить все наши перевозки, Которые морем мы осуществляли, По мере продвижения фашистских войск К побережью Азовского моря, Обеспечение вывоза всего ценного оборудования, Вот, скажем, Таганровского залива, Смариуполя, потом последствия, Когда немцы подошли, Вывоз ценного имущества И эвакуация, естественно, гражданского населения, В первую очередь это тот актив, Который был при оккупации Подвержен, естественно, репрессиям бы на этот счет. С начала войны в черноморские порты Кавказа Перебрасывались эвакуированные грузы Из Украинской ССР. Караваны кораблей шли из Одессы. В дальнейшем, с продвижением врага, Эвакуация промышленности юга страны Проводилась через Севастополь, Ялту, Феодосию и Керчь. Грузы поступали в Новороссийский порт. С начала боев за Новороссийск Грузы из Крыма пошли в Туапсе. У людей, которые здесь проживали, В основном, они помогали Помогали разгрузке порта. Они помогали разгрузке раненых, Помощи при перевалке раненых. Действительно, очень тяжелая была обстановка. Раненые, которые поступали, Они могли быть вторично, третично раненые, Поэтому необходима была им помощь. Дети все практически, Их оставалось здесь около полутора тысяч на тот момент. Дети все были заняты помощью родителям. И во многом, благодаря тому, Что здесь была налажена система помощи раненым бойцам, Которая была создана местными медиками. По системе сарафанного радио, Как это называется. То есть при госпиталях постоянно дежурили Местные подростки, Которые при поступлении большого количества раненых, Нуждавшихся в помощи, В переливании крови, Сразу отправлялись На места работы доноров, Которые уже участвовали в этом движении. Кстати, донорское движение Очень серьезное было на Кубани. И таким образом оповещали людей О необходимости Их прибытия в госпиталь. Благодаря этой отлаженной системе оповещения Удалось спасти многих раненых солдат. На побережье дети помогали При разгрузке кораблей, Ходили в лес за дровами и хворостом, Грели воду для стирки бинтов. В степных районах Кубани С приближением фронта Многие подростки были направлены На строительные работы. Ну, строили окопы Каждому было определенное количество Часов отработать. Причем конкретно были представители Наших, каждый отмечал, Отмечался, кто сколько дней работал, Чего делал. Стремительное продвижение фашистов На юг оказалось неожиданным. Советское командование Не предполагало такое Молниеносное развитие войны На южном фронте. Когда летом 42-го года Фронт перекинулся на Кубань, Возникла необходимость Срочной эвакуации людей, техники, Заводов, предприятий. Власти края оказались Не готовы к масштабной эвакуации. Все происходило спонтанно И без должной подготовки. А враг стремительно рвался К Черному морю. Они хотели захватить Прежде всего топливный комплекс, Который находился на тот момент В перерабатывающий завод, Нефтеперегонный завод. После того, как стало понятно, Что немецкие войска Будут активно продолжать Прорываться к побережью Именно в районе Туапсе, То наше руководство города Предприняло такую попытку Свернуть весь процесс И его, весь этот нефтезавод Отправить в Красноводск. То есть это на Каспийском море. То есть отправить сразу же Его как можно дальше, Но чтобы он продолжал работать. Оборона Краснодара Ложилась на плечи Уже обескровленных К тому времени Длительным отступлением Войств 56-й армии Генерала Рыжова. И надо сказать, что Темпы наступления врага Были весьма стремительными. И поэтому Выполнить план Полностью по эвакуации Предприятий и ценностей Просто не представлялось Уже возможным. Поэтому действительно При отступлении Из города Формировались Специальные отряды Специальные части В том числе Из сотрудников Управления НКВД Краевого Задачу которых Входило уничтожение Стратегически важных Различных предприятий Заводов. Город был оставлен. Войска Красной Армии Отступали на юг Предгорью. Издали Было видно Как горит Краснодар. Высоко в небо Поднимались Клубы черного дыма. Пылали нефтебазы, Заводы, Склады. В городском элеваторе Горело зерно. Кубанские артели Играли очень важную роль На всем протяжении Великой Отечественной войны. Малые предприятия В довоенное время Производили товары Первой необходимости. В военное время И до оккупации И после освобождения Артели трудились На два фронта. Производили продукцию Для армии И для тыла. Рыба Это основное богатство Таманского полуострова. В Темрюке Для фронта Выпускали рыбные консервы, А также наладили Производство Томатной пасты. Это все Отправлялось В части Красной Армии. Также здесь Работали И совхозы Зерно Пшеница Все это выращивают Овощная продукция Все это Безусловно Отправлялось В части Красной Армии И даже на фотографиях Которые можно увидеть В музее Даже фотографии 44-го года Можно увидеть Солдат Красной Армии Которые участвуют В уборке картошки Которую выращивали Здесь В плодовочном совхозе За Кубани Находятся его поля То есть Урожай были довольно большие На Тамане Создали Комсомольские Молодежные бригады Из подростков Которые ловили рыбу Вышли в море Заменив мужей И женщины Рыбаки Мальчишки И женщины Рыбачки Давали стране И армии Рекордный улов Судака Таране Осетровых В Близи Темрюка Есть Бригада Рыболовецкая Конечно Сейчас там уже Женщины не работают Но она традиционно Называлась Женская бригада До сей поры Потому что В годы войны Там работали Одни женщины Мужчины ушли на фронт И вот женщины Таскали тяжелые сети Волокуши В районе Поселка Вербиной К сожалению Его сейчас нет Он уничтожен Наводнением Октября 69-го года А там находился Рыбоперерабатывающий завод И вот Женщины Из города Темрюка Несколько километров Пешком Шли на этот завод Чтобы попасть К 8 часам на работу Мы в высоких Живем Дерема Входа нет Никому В эти здания Одиночества И ожидания Вместо вас Поселились В домах Потеряла И смешисть И прелесть Белизна Ненадетых Рубах Да и старые Песни Приелись И навязли В зубах Мы вас ждем Торопите Коней Добрый час Добрый час Добрый час Пусть помутные ветры Не бьют А ласкают вам спины А потом Возвращайтесь Скорей Ивы Плачут Повар И без ваших Улыбок Бледнеют И сохнут Рябины Лидия Васильевна Ефремовская Во время войны Жила в Лобинске От школы Была направлена Работать в регистратуру При госпитале После работы Как и большинство Школьников Вязала носки И шарфы Солдатам на фронт В школе мы посылали Эти посылки туда Вязали там чего По махорку Носки там Платочки Это все Мы посылали им туда Некоторым доходили Они писали у нас Тут стояли у нас После войны Всех раненых сюда К нам привозили У нас эта школа была Гимназия Большая такая Они уличились здесь Я как раз работала В электролечебнице Регистратором Всех солдат Почти знала Потом Нас посылали От школы Выступать Прям в этом Госпитале Где они лежали Среди палат И мы пели Плясали Освобождение Кубани Произошло весной Часть края Освободили Передпосевной В 1942 году А осенью 1943 Край стал тылом От оккупантов Была очищена Западная половина Края Территория В районе Новороссийска На Тамане И на Азовском Побережье В ходе оккупации Осенью 1942 года Немцы проводили Компанию По посевной Естественно Потому что Они надеялись Получить урожай В 1943 году И азимы Частично Были использованы Для этого Другое дело Что объемы Например Посев азимы Зимой С 1942 С 1943 года Передокупаться Они составляли Примерно только Треть того Что было Последние Предвоенные годы То есть Заметно было Сокращение Сельхозпроизводства В дальнейшем Уже удалось Восстановить До конца войны Примерно на 70-80% Сельхозпроизводства В нашем крае Хотя и до военного Урожая не были Достигнуты Но все что требовалось Армии И все что требовалось По плану За государство В общем-то Кубань сдавала Сложнее всего Вопрос с посевной Стоял на Таманском Полуострове После боев На Голубой линии Поля Долгое время Оставались Заминированы Сельхозработы Начинались Только после работы Саперов Уборка Винограда На Таманском Полуострове В районе Абрао-Дюрсо Стало Серьезной проблемой Виноградники В большинстве Уцелели А вот предприятия Переработки В районе Мысхака И Абрао Где шли бои За малую землю Были Разрушены Кубанцы Отдавали Последние Избережения И личные вещи В фонд Обороны Или фонд Красной Армии Эти фонды Были созданы В самом начале Войны Для сбора Пожертвований От трудящихся Жители края За время войны Передали туда 56 миллионов рублей А также Выкупили Облигации Госсайма На 76 миллионов рублей Справка Во время войны Государство Выпустило 20-летние Займы Под 4% Эта мера Позволила Собрать 72 миллиарда Рублей Для нужд Армии Займы Имели Два выпуска Облигаций 4% Распространялись На предприятиях И в колхозах 2% Выпускались Для артелей И кооперативов Весьма и весьма Значительные суммы Которые Были пущены На постройку Военной техники Самые различные Там танков, самолетов И так далее На военное производство Закупку Снаряжения И так далее И так далее В каждом районе Жители Как и чем могли Старались Приблизить победу На деньги Лобинчан Была построена Танковая колонна Сбор средств На нее Принял Массовый характер В провинциальной Газете Лобинского района Была напечатана Статья После публикации Активы граждан Стали проводить Встречи и собрания С жителями района Пожертвований Было много На это строительство Коллективы сдавали Дневную Трехдневную Недельную Зарплату Не ставилась цель Больше сдать А кто сколько мог Вот Ну я вам скажу так Что Люди Последние отдавали Просто последние Вот моя мама Работала Директором Книжного магазина У нее зарплата Была 450 рублей Вот Она месячную Зарплату отдала Вот на строительство Танковой колонны И так многие Это не считая Того что Там как сказать Каждый работающий Обязан был Подписываться На займы Государственные Военные Жителями Жителями Лобинска И Лобинского района Более 4 миллионов Рублей И эти Средства Были Направлены На Выпуск колонны Лобинский Колхозник Вот В мае В апреле 45-го года Эта колонна Прибыла На фронт И уже Освобождали Борно Вену И одними Из первыми Вошли в Прагу Пожертвования Для фронта Собирала Русская Православная Церковь На средства Собранной Епархии Краснодарского Края Были построены Танковые Колонны Под названием Дмитрий Донской И Александр Невский Все Единою Волью Полит И звучит С каждым Днем Непрестанней Вековечный Натры Причитаний Отголоском Старинных Молит Мы вас встретим И пеших И конных Утомленных И целых Любых Лишь бы Не пустота Похоронных Не предчувствия Их Мы вас ждем Торопите Коней В добрый час В добрый час В добрый час Пусть Побудные Ветры Не бьют А ласкают Вам А потом Возвращайтесь Скорей Ибо Плачут По вас И без Ваших Улыбок Бледнеют И сохнут Рябьи После освобождения Кубани От фашистов В 1943 Году Стал виден Масштаб ущерба Для сельского Хозяйства И промышленности Восстановить Утраченное Удастся Только спустя Годы Неимоверными Усилиями Жителей Краснодарского Края Продолжение следует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому